здравствуйте уважаемые туристы меня зовут екатерина я гид в калининграде и вы на моем канале интерный глобус я рассказываю о достопримечательностях как калининграда калининградской области и сейчас в свете последних событий провожу онлайн экскурсии я уже провела несколько онлайн экскурсии можете посмотреть на другие мои ролики а сегодня мы с вами пройдемся по достопримечательному району города калининграда называются он когда-то в кёнигсберге мараунинхо бывший район мараунинхо в кёнигсберге был довольно зажиточным районом но однако виллы здесь строились не такие богатые как в районе амалинау но однако все равно здесь селились довольно богатые жители строили интересные виллы довольно интересна структура района и это мы с вами сегодня и посмотрим вообще сам район мараунинхо в ленинградский район города калининграда и в сегодняшней нашей экскурсии я вам расскажу не только об истории этого района покажу некоторые достопримечательностей но также и покажу и расскажу о недвижимости в городе калининграде потому что что самое интересное именно здесь в районе верхнего озера или если быть точнее верхнего пруда находится самая дорогая недвижимость городе холенинграде а начнем вам нашу онлайн экскурсию у башни в ранге она находится на пересечении улицы профессора баранова и улице пролетарской улица профессора баранова интересна тем что когда-то она называлась валеринг и в кёнигсберге в средневековом кёнигсберге эта улица была средневековым рвом то есть позже уже в начале двадцатого века этот ров засыпали за ненадобностью и провожили здесь улицу давайте осмотрим башню в ранге это одна из двух сохранившихся башен одну из ваших вы хорошо знаете если бывали в калининграде и посещали музей янтаря башня дона так вот башня в ранге это башня близнец башни дона оборонительные башни были построены в середине девятнадцатого века и являлись собой часть вальных укреплений города кёнигсберга на самом деле башня в ранге она была построена как и башня дона на берегу обертайх или сегодня это верхнее озеро как мы его называем для того чтобы закрыть ту часть города по которой нельзя было поставить крепостную стену поверх озера конечно же мы с вами не могли бы построить оборонительные укрепления такой чтобы водную гладь можно было прикрыть в случае нападения и были построены эти две башни интересно что толщина стен у башни доходит до полутора а то и больше метров то есть довольно такая неприступная крепость во время второй мировой войны в башню попали снаряды но однако толщину стен своды пробить не смогли давайте с вами чуть-чуть продвинемся вперед по улице пролетарской и обратите внимание вот на этот выступ на самом деле именно здесь до второй мировой войны находилась бронзовая скульптура сказочного национального героя михеля с 1924 года скульптура михеля вот я не вам показываю было здесь и во время второй мировой войны она бесследно исчезла но существует такие слухи что возможно ее затопили в верхнем озере но на самом деле несколько раз верхнее озеро чистили последние годы и никакой бронзовой статуи там не нашли может быть еще где-то затопили или попросту переплавили как это водится делалось после второй мировой войны со многими скульптурами памятниками бывшего кёнигсберга давайте мы с вами перенесем свой взор на набережную верхнего пруда бывшего обертайха именно здесь до сих пор украшают набережную 4 скульптуры животных морских животных были они здесь установлены в 1913 году автор скульптур морских животных герман теле их четыре как вы видите это морж морской слон морской лев и морская собака а некоторое время назад в калининграде было довольно шумно по поводу одной из скульптур посмотрите вот на эту скульптуру морского слона никого вам не напоминает на самом деле это наш кёнигсберско-калининградский ждун когда появился такой мем ждуна то конечно калининграде не могли не вспомнить про нашу скульптуру и с гордостью заявляли что нашему ждуну уже больше ста лет хотелось бы несколько слов сказать и о верхнем озере так называют у нас калининграде а на самом деле это обертайх верхний пруд имеет искусственное происхождение он был сооружен еще рыцарями тектонского ордена в 1270 году ну что мы с вами завершаем первую часть прогулки по мараунинг-хофф во второй части вам покажу тоже много интересного в частности и виллы ну что если вам понравилась онлайн экскурсия по мараунинг-хофф или какие-то мои другие видео буду благодарна за комментарии я на все отвечаю можете оставлять свои вопросы забудьте подписаться чтобы быть в курсе моих следующих онлайн экскурсий или же живых экскурсий все-таки будет благоприятное условие для этого подписывайтесь ставьте лайк и добро пожаловать на канал янтарный глобус до встречи